Музыка Выставка письма с фронта «Треугольники судьбы», которая открылась во Дворце Книги, приурочена 75-летию Великой Победы, а также к 75-летию отправки из Берлина в Советский Союз первого эшелона с демобилизованными бойцами Красной Армии. Это произошло 10 июля 1945 года. Благодаря архивистам Ульяновской области удалось сохранить уникальные документальные свидетельства войны наших воинов-победителей. Во-первых, мы представили неизвестные письма семьи ульяновского героя Владимира Деева. Они хранились в музее комсомольской славы и были, скажем так, не всегда известны нашим жителям. Особый интерес представляет коллекция из 60 писем братьев Анциферовых. Её несколько лет назад передал в архив новейшей истории на хранение Геннадий Анциферов, участник Великой Отечественной войны, бывший главный инженер Ульяновс, глав строя. В одном из писем Александра рассказывается, это одно из первых писем с фронта, рассказывается, какие условия были, как они воевали вначале, то, что спать было некогда, спали в обнимку с винтовкой, укрывшись шинелью, и если что, сразу же вскакивали и бежали в бой. Министр искусства и культурной политики области Евгения Сидорова, которая пришла на открытие, обратила внимание ещё на один экспонат выставки – «Книгу памяти». Работа над последним томом велась почти два года. Самое, что, как бы так сказать, в этом году у нас случилось приятного, это полистать страницы вновь изданной книги, книги памяти, книги, в которой собрано более 800 солдатских писем наших с вами земляков. В рамках торжественного мероприятия артисты из театра юного зрителя показали мини-сцены, поставленные на основе писем, вошедших в книгу памяти. Также прошло награждение работников культуры, участвовавших в организации праздничных мероприятий «Дня Победы». Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...